Цены на нефть слабо меняются после падения в среду на 2%. Рубль снижается к доллару и растет к евро в попытке стабилизироваться после недавнего провала. Криптовалюты резко снизились. Биткоин потерял около 5% стоимости. Мировые цены на нефть в четверг утром показывают непостоянную динамику после падения котировок более чем на 2% днем ранее. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2% до 44,34 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,02% до 41,5 доллара за баррель. Ранее в четверг котировки наоборот слабо росли, а в среду упали на 2,3-2,6%. Неоднозначная динамика цен на нефть обнаружилась после статистики по запасам из США, опубликованной в среду. За прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США сошли и сократились на 9,4 млн баррелей, а это намного выше прогноза снижения в 1,9 млн. Добыча за период упала на 1,1 млн баррелей в день и составила 9,7 млн баррелей. Такая динамика связана с последствиями урагана Лаура, который бушевал в США на прошлой неделе. Рубль снижается против доллара США и подрастает по отношению к евро. После резкого провала накануне из-за санкционных рисков российская валюта пытается стабилизироваться. Курс доллара расчетами завтра рос на 20 копеек до отметки 75,61. Курс евро снижался на 20 копеек до отметки 89,15. Курс доллара расчетами завтра по итогам прошлых валютных торгов подскочил на 1,83 копеек до отметки 75,41 евро на 1,69 копеек до отметки 89,35, следует из данных московской биржи. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина в четверг снижается более чем на 4%. По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 4,48% до 11 333 долларов. На бирже Binance биткоин опускался на 4,74% до 11 310 долларов. Напомним, на долю биткоина приходится более 56% рынка. Биткоин вернулся к нижней части торгового диапазона августа, закрывшись на отметке 11 400, в четвертый раз не сумев преодолеть отметку в 12 000 долларов, отметил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов. Рубль, как и рынок акций России, по мнению экспертов, останется под давлением в начале торгов четверга, чему может способствовать ситуация на рынке энергоносителей. Пока цена биткоина находится на поддержке и можно рассчитывать на отскок и рост. Если до конца недели движения не будет, то неизбежно падение цены.